Американские СМИ называют Хиллари Клинтон наиболее известным адвокатом власти интеллекта. Именно она в 2009 году впервые использовала этот термин, рассуждая о новой роли США в сфере международных отношений, с упором на общественную дипломатию, защиту социальной справедливости и прав женщин. Мишель Флорной, первая женщина, занявшая должность заместителем министра обороны США, также сторонница умной власти. Однако она не исключает необходимости применения силы для противостояния агрессиям и восстановления мира. Наиболее эффективный способ разрешения международных конфликтов дипломатический. Однако в некоторых ситуациях этого недостаточно. В случае российской агрессии в Украине такие меры, как санкции предоставления военной помощи Украине критически необходимы. Долгосрочная задача — восстановить экономику страны и добиться прогресса в области демократии. Флорной в 2007 году, за год до окончания второго президентского срока Джорджа Буша-младшего, в своем докладе «Наследие и путь вперед» призвала следующего президента США на международной арене делать ставку на инструменты мягкой силы. Недавно она приняла участие в работе над докладом трех влиятельных американских исследовательских центров, авторы которого призвали администрацию Барака Обамы и замедлительно начать поставки оружия Украине. Свою позицию Мишель Флорной объяснила тем, что Россия не ведет себя как государство-лидер 21 века. Мы наблюдаем за тем, выполняются ли минские соглашения. Президенту Путину должно быть ясно, что если он нарушит режим прекращения огня, то может ожидать дополнительной военной помощи Украине и введения дополнительных санкций против России. Наша задача — сохранить единую, свободную и мирную Европу. При любой агрессии против членов НАТО, стран Балтии, Альянс уполномочен защитить свои интересы. Другая сторонница умной власти Энн Мэри Слоттер — первая женщина на посту главы отдела политического планирования в Госдепартаменте. На семинаре «Умные женщины. Умная власть» отметила, что конфликт в Украине не должен привести к популяризации силовой дипломатии в отношениях США и России. Вооружение Украины может способствовать эскалации конфликта, что позволит Путину увеличить популярность внутри страны. Нет, я не хочу, чтобы Соединенные Штаты были вовлечены еще в одну войну. Это никоим образом не может помочь украинцам. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы Россия четко понимала, что ее действиям есть предел. США должны предоставить Украине доступ к защитному вооружению. Мишель Флорно и Энн Мэри Слоттер, до недавних пор бывшие ключевыми сотрудниками Госдепартамента, которым руководила Хилари Клинтон, сегодня возглавляют аналитические центры, специализирующие на вопросах национальной безопасности США. Несмотря на то, что в вопросе о предоставлении Украине летальных видов вооружений они расходятся, обе, говоря о принципах умной власти, считают, что общественная дипломатия способна существенно повлиять на взгляды россиян и тем самым снизить уровень агрессивности Кремля.